ушла я с рынка хочу немножко пройтись а то я так чувствую сегодня вообще до центра не доберусь оксфорда в общем город очень-очень старый знаменитый на весь мир своими институтами и университетами колледжами их тут очень много и город строился вообще вокруг вот этих вот университетов то есть вот у них например торговые центры а внутри торгового центра может быть университет то есть город как бы то есть эти университеты они обрастали жилыми домами я конечно не успею сегодня все посмотреть ну ничего я поняла куда надо ехать рынок этот у них бывает три раза в неделю видимо в теплое время года там впереди что-то перекрыли движение и сейчас я быстренько пройдусь там смотрю что там у них за палаточки люблю палаточки вдруг у них там нужно купить какую-нибудь красоту недорого дают мед свечки пыльца что тут за еврейские мотивы что там такое я не понимаю шаббат божечки я попала на какой-то еврейский праздник жизни много вот таких магазинчиков вон какой-то shop of secret oxford camp stores то есть много-много таких частных частных магазинчиков необычных чарится щек да будет зайти очень интересные здания красивые что интересно практически нету азиатов то есть видимо они не тянут обучение кстати сын мог попасть сюда учиться по результатам вообще всего школа школа колледж он мог сюда попасть но там ему не хватило какой-то ерунды совсем вот я не помню в чем там была загвоздка в общем я так понимаю что надо вот ребенок не успел родиться надо уже ставить себе цель он должен поступить в оксфорд и начинает собирать какие-то там сертификаты какие-то бумажечки и что-то начиная чуть ли не с детского садика то есть это для родителей маньяков то есть ему не хватило какого-то результата в общем чуть ли не со средней школы то ли он какой-то предмет не проходил то ли оценка была недостаточно высокая даже не знаю туда пойти очень интересная архитектура с прям я вот сейчас вот с той стороны пришла здесь есть какие-то очень красивые сады до которых я или не дошла или прошла мимо потому что вот здание окна потому что туда не пускают простых горожан вот так вот то есть люди на рынке тоже так же вот так рынок еду продают там запахи такие вкусные люди вот эти вот бездомные голодные вокруг лежат вот и вот сады сады сейчас не пускают кого попало туда можно попасть только если ты учишься в этом учебном заведении раньше всех пускали то есть таким как я сады эти можно посмотреть через заборчик вот такие маленькие маленькие окошечки божечки как обычно вездесущие китайцы везде это видать какие-то кампусы кампусы тут водит экскурсии камнями выложены прям даже я иду в кедах а мне все равно это ногу легко подвернуть на этих камушках туристический год конечно много народу я так-то в принципе понимаю почему они в сады не пускают туристов да и местных тоже цыгане они-то здесь прям душно такое вот впечатление что дождик собирается купила на рынке чашечку с блюдечками и теперь мне пакет был ты хайца на руке мешается и туда город идет вот это вот здание она вот эти вот колонны почему-то очень знаменитая университетская церковь написано университетская церковь сейчас как раз на этом рынке видела кучу открыток старых вот с видом вот на эти вот колонны витые и опять мы сейчас повернулась назад посмотрела старинное здание и строят в перемешку современные вот это вот бетон и стекло уродство почему нельзя в центре строить в том же стиле просто надо будет потом сюда еще приехать просто отменить надо сначала еще узнать как они работают осенью там сейчас я поеду на всю лету в россию вот что там за купол маленький такой а осенью рынок может не работать потому что начинается плохая погода и просто они не могут стоять на улице в этих палатках ух как далеко нужно утопить Можно было, конечно, на автобусе проехаться по городу. Все равно бы он меня куда-нибудь привез, но пешком как-то больше можно увидеть. Очень много студентов. Впереди какие-то здания старинные, древние. Ну, может быть, не очень древние, конечно, антикварный магазин через дорогу. Я в такие магазины обычно не хожу, у них там такие цены бешеные. Я чего, попроще. И вот интересно. Интересно, бездомные вот на улице лежат. Такое здание. Молодые парни. Бездомные. Естественно, они и учиться не могут. Это когда я только приехала сюда, мне говорят, ой, тут столько возможностей. Уф, прям я чуть не оглохла с этой пожарки. Вот. А возможности эти, они все заканчиваются, когда ты пытаешься что-то сделать. То есть у них здесь то же самое, что и везде. Если у тебя нету родственников или знакомых, да, как у нас говорят, связи нету, то фиг ты куда пробьешься, будь ты хоть гений. Вот как они говорят. Печная дверца быстрее работу найдет, чем ты, если у тебя нету связи. Так оно и есть. Ворота. Солнышко светит и плохо видно на камере. Вот какой-то колледж. Меня туда не пропустят. У них всех пропуска должны быть, которых у меня нету. Уфорд стоит в реке Тензо. Кстати, насчет безработицы в стране. Тереза Мэй говорит, там что-то есть, не знаю что, пойду спущусь. А, там как раз вот она, эта речка. Вон она что. Как говорит мадам Тереза Мэй, безработица в Англии сейчас на самом низком уровне находится. Вот. Селф-драйв. Только она забывает упомянуть, что... Так, селф-драйв. В общем, 30 фунтов прогулка 30 минут. Или можно, значит, самому палкой там махать за 22 фунта. Если, конечно, ты это умеешь делать. И это больше похоже на пирс. Но, по-моему, здесь не пройти никак дальше. Вот. То есть, если ты ухаживаешь за больным родственником, то есть родственнику нужен уход серьезный, и ты работать не можешь, ты за ним ухаживаешь, то ты уже автоматически считаешься... Не считаешься безработным. Естественно, за уход за родственником тебе никто не платит. Но государство это сильно не волнует. Вот. Другой момент. Что значит, если ты работаешь 1 час в неделю, то ты тоже не считаешься безработным. То есть, человек, работая 1 час в неделю, получая, например, 7, аж целых 7 фунтов за этот час в неделю, он не может податься на пособие. Вот зачем это делается. И, соответственно, у них процент безработных прям низкий-низкий, ниже не бывает. Вчера была новость. Закрылся последний сталилитейный завод в Англии. 4 тысячи человек работали только на этом заводе. Или 5 тысяч человек. А плюс еще люди, которые с этим заводом были так или иначе связаны, еще 20 тысяч. То есть, 25 тысяч человек вчера потеряла работу в Англии. И куда они все пойдут? И сейчас в Англии такая система интересна, что очень легко стало оценки получать хорошие при обучении. То есть, я заканчивала свой университет. На красный, как говорится в русском языке, диплом я не шла. То есть, у меня так, четверки. В общем, это называется... Даже забыла, как это называется. Ну, в общем, хорошистка я. И таких дипломов надавали. То есть, раньше студенты очень боролись за вот этот диплом, как у меня. То есть, хорошо, хорошествует. Сейчас особо сильно даже и напрягаться не нужно. Раздает всем подряд. А потом люди работу найти не могут. То есть, вот идешь даже в Бирмингеме по центру. Вот продавцы в магазинах, в кафешках, в Макдаках. Все, все с высшим образованием. Никто работу найти не может. Так что те Оксфорды, это раз тоже в магазине в Джон Льюис пошла в Бирмингеме. О, парень. Родовец. И что-то мне пришлось за чем-то свой показать студенческий. Скидка какая-то там была. И вот он закончил Кембридж. Это вообще. И он стоит в магазине. Все гуманитарии здесь, они стопроцентно остаются без работы и идут в Макдаке. Это Дайан, владелица паба. Муж ее владелец паба. В общем, они этот паб отдали детям. У нее трое детей, всех высшее образование, причем такое серьезное. То есть дочка математик, один сын физик, а третий, что-то я не помню, тоже что-то такое. И все трое работают в пабе. Ну, в своем собственном, конечно, но все равно это и выгоднее, чем заниматься наукой. Так, я сейчас уже в обратную сторону иду. В принципе, пока все, потом, может быть, еще поснимаем. Спасибо.